В этом выпуске мы с вами побываем в западной части Закавказья. Полюбуемся горными пейзажами, древними церквями и футуристичными постройками. Совершим гастрономический тур, попробуем настоящий аджарский хачапури и не только. Впереди нас ждет много приключений. Не переключайтесь. Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в солнечной Грузии. Это древняя страна с богатой культурой и историей. Некоторые историки утверждают, что первые сообщества на этой территории появились еще четыре тысячи лет назад. На мой взгляд, самая главная достопримечательность в Грузии, это, конечно же, ее природа. Здесь есть все, что так любят туристы. Солнце, чистые пляжи, море, горные пейзажи, вкусная еда, отличное вино и, конечно же, грузинское гостеприимство. А вы знали, что Грузия вовсе не называется Грузией? Сами грузины называют свою страну Сокартвелла. И истоки названия слова Грузия до конца не сны. Ну что, погнали скорее знакомиться с этой удивительной страной. Официальная валюта страны – лари. В одном лари 100 тетри. Один лари – это примерно 36 рублей на наши деньги. Обмены валюты есть в аэропортах, на вокзалах, в крупных поселках и, конечно же, городах. Выгоднее всего с собой ввести доллары или евро. Кстати, разница с Москвой по времени плюс один час. А теперь поговорим про визу в Грузию и сам въезд в Грузию. Всем гражданам стран бывшего СНГ для въезда в Грузию понадобится только действующий загранпаспорт. Время безвизового пребывания в стране составляет один год. Дальше вам придется либо выезжать из страны и заезжать снова, либо делать вид на жительство. Сейчас у нас действует прямое авиасообщение с Москвой, то есть можно из Москвы прямым рейсом прилететь в Тбилиси. Я в Грузию ехала из Краснодара, поэтому мне пришлось сначала добираться на машине до Владикавказа. Ехала я на своей машине. Там я, во Владикавказе, я ее оставила на платной парковке и дальше пересела на автобус от Владикавказа до самого Тбилиси. Время в пути составило примерно 5,5 часов. Границу я прошла достаточно быстро, мне повезло и очередь была совсем небольшая, поэтому добираться на автобусе оказалось тоже комфортно. Поговорим о транспорте. В Грузии не работает Uber, зато работает Яндекс такси. В Тбилиси вы можете передвигаться на метро, на автобусах и на маршрутках. Также можно приобрести единую транспортную карту в целях экономии и удобства. Также из Тбилиси ходят поезда в Зугдиде и в Батуми. Например, в Батуми я добиралась на автобусе. Автобус был комфортабельный, но скажу вам так, что лучше было бы, конечно, добираться на поезде, потому что на поезде на час быстрее, удобнее и выгоднее. Но билеты на поезда разбирают быстро, поэтому я вам советую билеты брать заранее. Мое путешествие по Грузии началось, конечно же, со знакомства со столицей. И первая наша точка – город Тбилиси. Мы остановились на проспекте Агнашенобели. Ребята, это очень красивый проспект, тут очень интересные улочки, много разных магазинчиков, кафе и маленький лайфхак. Если вы хотите совершить выгодный шоппинг, то лучше отправляться в этот район, потому что в старом городе и на проспекте Руставеля будет все намного дороже. На этой улице находятся дома, построенные в 18 и 19 веках. Она атмосферная и уютная. И если честно, чем-то напоминает мне наш новый Арбат. За моей спиной находится визитная карточка современного Тбилиси. Это дом юстиции. На наш лад МФЦ. Фасад выполнен целиком из стекла. Это сделано для того, чтобы показать прозрачность государственной системы. Крыша очень самобытна и интересна. Она выполнена в виде лепестков. И с высоты кажется, что это какой-то большой цветок. Это широкая улица, проспект Руставели. Впереди мы с вами видим театр оперы и балета. На мой взгляд, у этого здания красивая архитектура. Оно такое яркое. На проспекте Руставели находятся самые знаменитые музеи и театры. Вот, например, Национальный музей искусств. В нем выставляется один из самых знаменитых художников Грузии Перасмани. Помните песню «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой? Так вот, эта песня написана по легенде о любви художника Перасмани к одной французской актрисе. Говорят, что она приезжала в Грузию на гастроли. Молодой художник в нее влюбился. Даже написал портрет ее, который висит в этой самой галерее. Но она, в общем, никак не обращала на него внимания. Тогда он продал свою лавку, продал свои картины и, можно сказать, на последние деньги купил огромное количество цветов и прислал их ей в гостиницу. Актриса была, конечно, поражена этим поступком. И она даже поцеловала Перасмани в губы. Но это был их первый и последний поцелуй. Потом они больше никогда не виделись. А это площадь Свободы. Украшает ее вот такая вот большая колонна. Наверху скульптура Георгия Победоносца. Это сооружение сделал Церетелле. Место очень оживленное и оно совсем не похоже на старый город. Кстати, сам старый город начинается прямо за этой площадью. Вошли с вами в старый город. Здесь много разных кафе, милых домов, интересных магазинов. Смотрите, какие ковры. Ну и еще тут на каждом шагу достопримечательности, конечно же. Вот прямо за углом находится очень интересный собор. Храм Сионе был воздвигнут еще в V веке, потом полностью разрушен и в XII веке воздвигнут снова. Знаменит он тем, что в нем хранится знаменитая реликвия, известная она на весь мир. Это крест из лозы святой Нино. Вместе с этим крестом она принесла православие на грузинскую землю. Сейчас этот крест хранится внутри храма. Храм небольшой, но очень уютный и атмосферный. Еще одна визитная карточка Тбилиси – башня с часами. Находится перед театром марионеток. В 12 и в 7 тут раздвигаются шторки и начинается целое представление. Башня выглядит очень необычно. Это церковь Анчисхати. Она признана самой старой церковью в Тбилиси. Была построена в IV веке. Посмотрите, какой красивый, интересный вход. Церковь прямоугольной формы. Говорят, что это крест святой Нино. Смотрите на фасаде. Эта уникальнейшая постройка находится тоже в старом городе. Грузия определенно страна контрастов. В Тбилиси сочетается древность и современность. Тут хорошо лазят друг с другом типовая советская застройка и уникальные современные особняки. Сейчас я вам покажу примеры современной архитектуры в Грузии. Это мост мира. Был он построен в 2008 году после грузино-осетинского конфликта. Фишка этого моста в том, что он оснащен специальной световой интерактивной системой, которая есть на парапетах этого моста. И каждый час там транслируется один элемент из таблицы Менделеева, существующий в организме человека. То есть этот мост это некий символ единства. По-моему, очень круто. Конечно же, данную конструкцию очень любят туристы. Пешеходный мост мира ведет прямо в парк Рикки. Посмотрите, сколько много зелени, разных интересных и стильных мест для отдыха. Очень уютный, милый парк. А вот этот вот большой шар, это воздушный шар. На нем можно прокатиться. Парк, как вы видите, достаточно современный. Смотрите, какое футуристичное здание. Оно напоминает два кувшина или две трубы. Это концертный и выставочный зал. К сожалению, это здание сейчас никак не используется. И оно вот просто стоит, как такой красивый архитектурный объект. Говорят, что его сейчас наконец-то кто-то выкупил на аукционе, и там что-то интересное сотворят. Будем надеяться, что в скором времени мы сможем попасть внутрь и посмотреть, как там все устроено. Сейчас выяснилось, что по условиям торгов там будет находиться музей вина, цифрового искусства и технологий. И оказывается, это здание очень-очень давно стоит. И только с седьмой попытки его выкупили на аукционе. Знаете, гуляя по парку, создается ощущение, что ты гуляешь в парке будущего. Он настолько футуристичен и новомоден. Известная постройка эпохи модернизма Министерства автомобильных дорог Грузии. После строительства его фотографии облетели все архитектурные журналы как в СССР, так и за границей. Памятник Вахтангу Гаргасада, царю и основателю Тбилиси. Некоторые ученые утверждают, что он не был основателем, а был человеком, который перенес столицу из Мисхети в Билиси. В общем, для меня это так останется загадкой. Находится он на территории прекрасного, очень красивого сооружения. Это вот такая вот церковь или собор, будет правильнее сказать. Мисхети. У него очень непростая и сложная судьба. Он был построен в XII веке. Упоминается в источниках с XIII века. Много раз разрушался и строился снова. Храм стоит у каменистого берега Куры. Раньше был резиденцией и крепостью грузинских царей. В нем похоронена первая великая мученица Грузии Шушаника. До сих пор приходят верующие к ее месту захоронения. Молятся, загадывают самые заветные желания. Храм, безусловно, величественный. У него стены, которые просто пропитаны многовековой историей. И, безусловно, сюда стоит прийти и полюбоваться этой красотой. А для кого-то, может быть, и найти какое-то спокойствие и умиротворение. Это самый заметный и самый популярный храм Тбилиси, который видно из любой точки старого города. Вот только посмотрите на эти стены. Они наверняка помнят очень многое. Грузия была одной из первых, кто принял христианство, сделав эту религию государственной в 337 году. Не помешало даже нашествие Чингисхана, Тамерлана. Грузия по-прежнему остается христианской страной. А вот такая вот прекрасная обзорная площадка открывается на чудесной Тбилиси. С территории этого прекрасного храма. Честно говоря, я даже переживаю, успею ли я вам показать все достопримечательности. Правда, мне кажется, от их столько, что можно ходить, не переходить. Видите, вот такие вот интересные купола, сделанные из кирпича? Это серные бани. Находятся они в старом городе. Тепло в них обеспечивает как раз-таки серный источник. Они очень красивы и очень полезны. В V веке царь Грузии Вахтан-Гаргасале был на соколиной охоте. Его сокол поймал Фазана, тот упал и обвоился. Тогда царь воскликнул Дбили, что со старогрузинского означает теплый. Считается, что именно этот случай дал название городу. Это тоже серная баня. Называется она Арбелиановская. Посмотрите, как она интересно украшена, какие минореты, какой интересный фасад. Знаете, мне вот это вот здание напомнило очень узбекские мидресе. Кто не видел мой выпуск из Узбекистана, переходите по ссылочке, и вы поймете, почему у меня такие ассоциации. Александр Сергеевич Пушкин посещал вот эту вот самую баню. Когда он путешествовал по Тифлису, ныне по Грузии, он написал в своих заметках «От роду не встречал ничего роскошнее тифлисских бань». И сейчас висит мемориальная табличка на этом здании с его цитатой. Говорят, что когда он посещал эту баню, то был женский день. То есть он пришел, а там парились одни женщины. Конечно же, это не могло его не впечатлить. Чтобы проникнуться атмосферой Тбилиси, нужно обязательно погулять по старому городу. Улочки, которые петляют то вверх, то вниз, создают просто необыкновенную атмосферу. Получаешь, правда, огромное удовольствие от прогулки. Я хотела пройти вот по этой тропе дальше к водопаду, но, к сожалению, туда сейчас не пройти. Там все закрыто. Грузинская кухня известна во всем мире. Она близка к турецкой и иранской. Сейчас я заказала лобио. Посмотрите, как это красиво. Это фасоль. Рядом вот какой-то салатик. Ммм, вот это потрясающе. Так еще здорово, что мы добавили ялтинский красный лук сверху. Очень вкусно. И к нему идет вот такая вот лепешечка из песочного теста. Я не знаю, насколько это традиционная подача, но выглядит красиво. Ммм, и очень вкусно. И если кто не знал, то в Грузии можно покуражиться в казино. Да-да, оно здесь легально. В Тбилиси много стильных кафе и ресторанов. Вот, например, это вот такой необычный вход в кофейню. Вот сейчас я вам покажу, какая она внутри. Такая вот футуристичная, молодежная. Ну что, заходим с вами внутрь. Так, пространство организовано. Замечательно. Кстати, здесь прекрасный кофе. Будете в Тбилиси, заходите в эту кофейню, не пожалеете. Заведение называется Гулиани. Посмотрите, какая здесь уютная веранда. В этом месте очень вкусная выпечка. Не смотрите, что круассан не откусан. Просто мы здесь были вчера, и я уже успела все попробовать. Знаете, я заметила такую вещь, что грузины вообще сами по себе стильные. Они как-то необычно одеваются. У них необычные магазины с разными дизайнерскими украшениями, интерьерами. Например, это подземный переход в центре старого Тбилиси. Конечно же, это такой некий крытый подземный рынок. Здесь продается много сувениров, разные виды вина. На мой взгляд, это место атмосферное и интересное, как минимум. Если честно, когда мы сюда спускались, я думала, что это самый обычный подземный переход. Но он меня приятно удивил. А это, казалось бы, самая простая неприметная торговая точка. Ребята, ну на самом деле там можно найти интересные, эксклюзивные вещи. И таких мест тоже много. Подошли с вами к воротам храма Самеба, храм Святой Троицы. Был он построен в 2004 году. Высота храма 101 метр. И это, можно сказать, самый высокий храм в Грузии. Смотрите, какая чудесная колокольня рядом. Мне кажется, отсюда как-то заметнее и виднее, что храм очень высокий. И он отличается также высокой сейсмоустойчивостью. Архитектура храма сочетает в себе элементы средневековой грузинской архитектуры и элементы современности. По древней традиции в основании фундамента заложили предметы, привезенные из святых мест. Камни с горы Сион и реки Ордан и землю из Иерусалима. Сейчас храм Самеба является главным храмом в Грузии. Давайте рассмотрим его поближе. Смотрите, какие длинные и узкие окна. Это же отсылка к Средневековью. Так храм выглядит внутри. Тут высокие потолки. На мой взгляд, храм расписан здорово. Икон много. Конечно же, храм относительно новый. Но чувствуется, что место уже намолено. Здесь очень теплая атмосфера. Знаете, так сразу на душе легко становится, комфортно. Очень приятно прогуляться, посидеть, помедитировать. Прямо здорово. Я вам советую это место к посещению обязательно. Вот на такой чудесной канатке, которую вы можете видеть, мы с вами поднялись к крепости Нарикало. Сейчас мы-то подойдем. Вот виднеется родина, мать Грузия. Статуя, которая лицезреет на Тбилиси. А это уже крепость Нарикало. Горожане называют ее душой и сердцем Тбилиси. По некоторым источникам, она здесь стоит с 4 века. Конечно же, она неоднократно разрушалась и отстраивалась вновь. Крепость Нарикало находилась на Великом Шелковом пути. Она была достаточно укреплена. И, как говорят историки, вообще недоступна. Подняться сюда можно на комфортном фуникулюре, на котором я сейчас как раз и еду. Подъем и спуск стоят примерно 7 лари. Это что-то около 300 рублей на наши деньги. И, ребят, я сейчас выяснилась, что я немного тормоз. Я поднялась, увидела маленький кусочек крепости и подумала, неужели это все, что осталось. Ведь в интернете я так много про это читала. Пошла на соседнюю тропу, вышла к ботаническому саду и подумала, ну надо же, я что, зря, получается, поднималась. В итоге при спуске я увидела, что там была еще одна тропа, которая вела как раз-таки в крепость. И можно было посмотреть ее изнутри, как говорится. И вот я уже снизу вам снимаю вот эту вот огромную крепость. К сожалению, посмотрела я только вот эту вот часть, которая была не пройти. Как я вам уже сказала, там был спуск и в другую часть этой крепости. Вот виднеется церковь Святого Николая. Она была построена в 12 веке, украшена библейскими сюжетами и, можно сказать, сюжетами истории самой Грузии. Куда бы вы ни забрели в старом городе, поверьте вам, везде будет интересно и красиво. Вот эти вот маленькие улочки. Опять же, балкончики, про которые я постоянно говорю. Ну правда, каждая из них это какое-то отдельное произведение искусства. Ну вот в любой переулок зайти, везде есть что посмотреть. А потеряться здесь так вообще сплошное удовольствие. Глядя на такие улицы, невольно задумываешься, сколько же всего на своем веку видели эти дома. Есть в этом все-таки свое очарование, не правда ли? Посмотрите, как фотогенично сушится одежда на веревках. Такую картину можно часто увидеть в Тбилиси и в Батуми. Оказывается, в Грузии нет центрального отопления. И люди в квартирах устанавливают газовые котлы. А еще в Грузии повышенная влажность. Поэтому люди часто сушат одежду прямо на улице. Оказывается, вино здесь стали делать еще 7 тысяч лет назад. В центре Тбилиси очень много винных магазинов, куда можно зайти и продегустировать, и попробовать разные сорта. Мне больше всего понравился хинзмараули и твишин. Конечно же, без хинкалий никуда. Мои самые любимые с грибами. И еще люблю с говядиной. Они тут сочные. Вот, казалось бы, самый обыкновенный овощной салат из огурцов, помидоров и зелени. Но тут его заправляют соусом из грецких орехов. И это потрясающее сочетание. Я вам рекомендую попробовать овощной салат именно с этой заправкой. Садимся с вами на фуникулер и отправляемся на самую верхнюю точку, на гору Цетминда. Погуляем с вами в парке и полюбуемся на город с высоты. Какой прекрасный вид открывается с горы Цетминда. На гору Цетминда можно подняться на фуникулёре. На самой верхней станции находится парк развлечений, кафе. Тут есть огромное колесо обозрения, смотровая площадка. На средней станции находится церковь Давида и пантеон. Пантеон этот не простой, а потому что это всего рода кладбище. Кладбище выдающихся деятелей. В парке находится телебашня. Вот это вот сама станция, куда прибывает и отбывает фуникулер. Кстати, билет в одну сторону стоит 10 лари, примерно 360 рублей. Следовательно, в обратную сторону билет тоже платный. Парк очень большой, зелёный, идёт много кафе, ресторанчиков. Вот это вот кольцо обозрения, на котором можно прокатиться и посмотреть тоже на город с высоты. На самом деле, тут отовсюду можно посмотреть на город с высоты. Просто огромная, большая обзорная площадка. Если вы захотите подняться на гору Мцетминда, я вам советую сесть в вагончик и доехать до самой верхней точки. Погулять в парке. Дальше пешком можно спуститься вниз до средней точки, где как раз находится пантеон и церковь. Погулять там, а потом уже сесть в вагончик и доехать вниз. Это поможет вам немного сэкономить бюджет. Мы дошли до вот такого живописного места, где расположилась церковь отца Давида. Это архитектура 19 века. Раньше на этом месте стояла другая церковь. На территории этой церкви есть захоронение Александра Грибоедова и его жены. Вы представляете, он написал именно в Тифлисе первый и второй акт «Горе от ума». В Грузии он был секретарем дипломатической миссии. На территории церкви находится целый пантеон, где похоронены разные выдающиеся деятели. Посмотрите, какие интересные, необычные памятники. Думаю, что для многих эта прогулка была бы жуткой, но мне лично страшно и интересно рассматривать такие вещи. Вот, например, смотрите, какой необычный памятник. Похоже на театральную маску. Оказывается, один из моих любимейших поэтов Владимир Маяковский родился в Грузии, а конкретно в городе Багдате. С 1940 года этот город переименовали в Маяковский. И был он так назван вплоть до 1991. Сейчас в этом городе стоит дом-музей, посвященный Маяковскому, и памятник. По-моему, их там даже два. После своего знакомства со столицей Грузии мне захотелось еще больше узнать об этой стране. Поэтому я решила продолжить свое путешествие и отправилась в прекрасный курортный город, город Батуми. Друзья, я добралась до красивейшего города в Грузии. Города Батуми. Батуми – это город-порт, столица Аджарии и черноморский курорт. Туристы сюда едут за чистыми галечными пляжами и теплым морем, и, конечно же, посмотреть экзотическую природу. Этот город упоминается в текстах Аристотеля. Тогда он назывался город Батус, что означает «глубокий». Мне кажется, нам здесь будет с вами очень интересно, и мы точно уж найдем, что тут посмотреть. Старый город Батуми соседствует с ультрасовременным Батуми. Вот мы в него заходим. И сейчас мы с вами посмотрим здание 19 века. Кстати, вот я так вот гуляла-гуляла и нашла дом, который посещали Чехов и Горький. Они там останавливались. Посмотрите, например. Явно не наводел, да? Вот тоже явно не наводел. Просто так долго снимаем. Тут хочется, чтобы вы поняли и увидели, как это соседство выглядит. Это театральная площадь. Впереди виднеется Батумский драматический театр. А перед театром установлен вот такой вот памятник. В греческом стиле наверху красуется у нас Нептун. Это практически точная копия знаменитого фонтана, который находится в Болонии. Некоторым местным этот фонтан не очень нравится, потому что раньше на этом месте был установлен памятник знаменитому грузинскому писателю Чевчавадзе. И вы знаете, я вполне могу понять этих недовольных людей. Так делать не очень хорошо. Помните фильм «Любовь и голуби»? Так вот, некоторые сцены были сняты в этой локации. Само здание интересное, сделано в виде осьминога и фасад выложен мозаикой. Кафе называется «Фантазия» и находится на набережной. В Грузии опасный темперамент наводят. Например, если пешеход переходит дорогу, то он должен знать, что тут главный водитель. К сожалению, это так. Пешеходы здесь вынуждены перебегать дорогу, а не спокойно идти по ней. Интересный факт. Оказывается, что до апреля 2022 года водителям, чтобы получить права, не нужно было сдавать город. То есть, чтобы стать водителем, достаточно было сдать теорию и площадку. И этот факт, в принципе, объясняет такое неуважение к пешеходам. К счастью, сейчас ситуация складывается по-другому, и теперь водители должны все-таки сдавать город. Пешеходы, будьте спокойны. Вот в таком вот непритязательном и неприметном месте я попробовала свой самый вкусный хачапури по-аджарски в Батуми. Место называется «Лагуна». Ребят, правда, очень вкусная выпечка, просто очень. У них еще тут за углом есть своя веранда. Поэтому, если будете в Батуми, приходите сюда, не пожалеете. В каждом регионе Грузии хачапури готовят по-разному. Быть в столице Аджарии и не попробовать хачапури по-аджарски, я считаю, целым преступлением. Конечно же, я его заказала. Посмотрите, какой он огромный. Ребята, у него такая вот необычная форма, которую еще называют здесь лодочкой. Желток посередине символизирует солнце. Хачапури едят исключительно свежеиспеченным. Хача с грузинского языка переводится как «сыр», а «пури» – «хлеб». Такое горячее тесто. Надо вот это вот все смешать и пробовать вместе с сыром обязательно. Это бомба, ребята. А это Аджарский музей искусств. Посмотрите, какое у него красивое здание. Напоминает такой стиль классицизм. Рядом находится вот такой вот интересный фонтан. Кстати, коллекция у музея, по-моему, даже очень неплохая. Там выставляются Бронников, Айвазовский и другие художники. Мэрия – здание явно 19 века. Очень красивое, и его сложно не заметить. Площадь Пьяца находится недалеко от Мэрии и была открыта в 2010 году. Архитектор явно вдохновлялся венецианской архитектурой. Вы только посмотрите, это же очень сильно напоминает архитектуру площади Сан-Марко. На территории площади находятся бары, рестораны, кафе, отели. Также на этой площади неоднократно выступали звезды мировой величины. Например, Стинг, Мэйси Грей и многие другие. И такая вот прекрасная башня с часами находится на площади. Каждые три часа разъезжаются створки, выезжают маленькие фигурки и раздается приятная наступ мелодия. Прямо напротив площади Пьяца находится старейшая церковь Батуми, которая уже 150 лет эта церковь святого Николая. Строительство этой церкви было инициировано греками, которые раньше являлись частью населения Батуми. В Грузии взяток не дают. Это результат борьбы с коррупцией, которую тут ведут на протяжении десятилетий. Причем наказывают за взятки большими сроками тюремного заключения и штрафами. И наказывают не только того, кто берет взятку, но и того, кто ее дает. Тут не нужно бояться обращаться за помощью или какой-либо информацией к полицейским. Тут также у полицейских есть специальный вид услуг, которые они предоставляют. Ну, например, если вы турист и путешествуете один, и вам нужно добраться до какой-либо точки, вы можете попросить полицейского довезти вас, и он это сделает совершенно бесплатно. Или, например, если вы в гостях перебрали лишнего, и вам нужно добраться до дома, и вы не хотите садиться за руль и создавать аварийную ситуацию, то вы можете вызвать специальную патрульную машину, которая вас и ваш автомобиль доставят до дома. И эта услуга тоже совершенно бесплатна. Также я заметила, что в Грузии полицейские участки сделаны из стекла, что олицетворяет прозрачность системы. В Грузии на улицах можно встретить очень много бездомных собак. Но нужно отметить, что все бездомные животные достаточно дружелюбны. Они вообще не кусаются, не лаят, и очень мирно сосуществуют с жителями города. В городе очень много парков, скверов, красивых таких зеленых зон для отдыха. Это, конечно, не может не нравиться. Прогуливаешься, и по городу вот сплошные островки оазиса. В парке я нашла себе вот такого вот прекрасного друга. Сейчас в Грузии много русских. Это хорошо видно по центральным улицам. Да и не только русских. Тут, в принципе, сейчас очень много приезжих из разных стран. И цены, конечно же, тут быстренько взлетели. Если раньше вы могли снять хорошую квартиру за 200-400 долларов в месяц, то сейчас цены стартуют от 400 долларов. И могут достигать 800 долларов. И это будет квартира далеко не в центре. Также цены взлетели и на еду, и на разные услуги. Например, вы можете прийти в кафе и в ресторан. И если раньше одна хинкалина стоила примерно 25 рублей на наши деньги, то сейчас она стоит 50 рублей. И как вы можете заметить, цены выросли в два раза. Это, конечно же, не радует местных жителей, и тем более не радует приезжих. А это поющие фонтаны. Вечером тут начинается шоу с музыкой и иллюминацией. Находится фонтан прямо на набережной. В Грузии часто можно встретить питьевые фонтанчики. Их я заметила не только в Тбилиси, но и в Батуми. Очень здорово. Это реально выручает в жаркие дни. Архитектура в Батуми крайне разнопланова. Тут сложно выделить какой-то один стиль или единый концепт. Тут полно строительных экспериментов. В Батуми есть свой старый город. Там много зданий 19 века. Сталинки или исторические здания соприкасаются с новодельными зданиями внушительных размеров. И это создает такой микс разных концепций. Ребята, вот это вот высоченное здание задумывалось как грузино-американский университет. Но проект потом закрыли. Знаете, самое интересное, что это здание символизирует собой корабль. Мне кажется, я бы никогда не догадалась. Ну вот, например, вот эти вот белые полоски на синем. Это как бы море. Колесо обозрения, которое встроено в здание. Это штурвал. А наверху как будто бы мачта. А это башня алфавита. Металлическое сооружение напоминает модель молекулы ДНК. Украшает его 33 буквы грузинского алфавита. Эта башня была построена по проекту испанского архитектора. В сфере наверху располагается обзорная площадка, обсерватория и ресторан. Здание тоже весьма необычное. Высота у него 130 метров. Поэтому его можно видеть практически из любой точки города. Мне сейчас рассказали, что в грузинском алфавите всего 5 гласных букв из 33. Представляете? И чтобы слова звучали мягче, грузины добавляют букву И к именам существительным. Ну, например, Тбилиси, Батуми, Боржоми. Рядом с башней алфавита находится вот такое тоже здание интересное, которое сделано в виде морской волны. Хочу еще показать вам вот это вот здание. Это гостиница Рэдисон. Она мне очень приглянулась своей архитектурой. По-моему, выглядит достаточно футуристично, интересно. И вот, честно говоря, пока из того, что я видела, но мне вот как-то больше всего по душе. Снять жилье в Грузии вообще не проблема. Тут работает сайт посуточная.ру. Также можно воспользоваться букингом или Airbnb. Сейчас я вам покажу пример квартиры, которую мы сняли в Батуми. Она находится в центре старого города. И у нее очень удобное расположение, потому что до главных достопримечательностей идти совсем недалеко. И пляж находится в 100 метрах. Кстати, я заметила, что квартиры тут сдаются очень стильные. Ребята, можно найти на любой вкус и кошелек. Это еще один пример квартиры, которая находится в паре кварталов от старого города. Цена на эту квартиру уже в сутки составит 35 долларов. Вот она. Она выглядит вот так. Ну что, вполне чистенько, уютно. Знаете, меня больше всего приколол туалет. Сейчас я покажу. Он красный. Один из фактов, который меня очень удивляет в Грузии, это платный лифт. Да, ребята, нам повезло в нашем доме. Есть вот такая вот специальная таблеточка, которую ты можешь приложить и поехать вниз или вверх. Но в большинстве домов нужно бросать вот туда вот монетку. Стоит примерно проезд 3-4 рубля. И по негласному правилу, тот, кто едет выше всех, платит за всех. Это, конечно, очень удивительный факт, потому что, ну вот у нас, например, в России обслуживание лифта входит в стоимость ежемесячной оплаты за коммунальные услуги. А тут по-другому. Такая прекрасная площадь находится в самом сердце старого Батуми. Эта площадь называется Площадью Европы. Раньше она носила название Площади Оргонавтов. Дело в том, что в Грузии во времена античности на этой территории находилось Калхидское царство, которое упоминается в мифах об Оргонавтах. На этой же площади у нас находится вот такой вот чудесный памятник Медеи, которое также упоминается в древнегреческих мифах. Она держит в руках золотое руно. Высота памятника составляет 130 метров. Он отлично вписывается в общий ансамбль площади. Площадь Европы получила свое название в честь вступления Грузии в ассамблею европейских регионов. Я думаю, это не единственная причина, потому что эта площадь внешне напоминает действительно европейские улицы и европейские площади. Раньше площадь Европы выглядела не менее привлекательно. Вот так вот. На мой взгляд, очень красиво. И мы можем с вами наблюдать вот такое вот необычное здание. Еще увидите, какая у него крыша. Такой вот остроконечный купол, если так можно выразиться. это здание Национального банка Грузии. Такие вот прекрасные астрономические часы висят на этом здании. Вечером зажигаются огни, горит подсветка, и это здание превращается в сказочный замок. Вот ровно через дорогу стоит вот такая вот табличка с расшифровкой этих часов. Конечно же, их сложно самостоятельно понять, поэтому, если вас заинтересуют показатели, можно вот здесь их расшифровать. Вот гуляю я по центру Батуми и ощущаю архитектурный винегрет. Потому что, вот, ребят, например, да, видите, вот это вот здание, оно стилизовано под итальянскую такую архитектуру. Ощущаешь себя на площади пьяца. Вот рядышком тут у нас красуется такой вот памятник в древнегреческом стиле. Рядом вот башня в таком уже нью-йоркском стиле. Это, конечно, смотрится все разнопланово. Но я вот о чем подумала. А может быть, эта разноплановость и этот самый винегрет и создают такую необычную атмосферу, да, или необычный вайп, если хотите, самого города Батуми. Ну, где ты еще вот увидишь настолько разноплановые и несочетаемые объекты, которые составляют единый ансамбль? Лично я обожаю неоготику. Это кафедральный собор Батуми. Он был построен в неоготическом стиле в 20 веке. Изначально он задумывался как католический собор. Во времена Советского Союза здесь была лаборатория по изучению электричества, а потом в собор был передан православной грузинской церкви. Город находится в 17 километрах от границы с Турцией. Ребят, Батуми называют местным Лас-Вегасом, потому что здесь 80% пятизвездочных отелей имеют свое казино. И, конечно же, сюда приезжают много иностранцев и тратят здесь свои деньги. Официально государственный язык в Грузии, конечно же, грузинский. Грузинский язык тяжело понять иностранцу, и, я думаю, очень сложно выучить. В языке нет заглавных букв. Сами буквы уникальны, они не похожи ни на латиницу, ни на кириллицу. Вывески в магазинах и супермаркетах, в меню, в кафе и ресторанах будет тоже на грузинском языке. Но вы не волнуйтесь, не переживайте, потому что вам всегда предложат такую альтернативу, как меню на русском или на английском языках. Во-вторых, с вами всегда рядом найдется человек, который вам поможет и переведет. Я заметила, что в Батуми люди чаще пользуются русским языком. А в Тбилиси 50 на 50. С вами это могут поговорить на английском и на русском языках. Это статуя Али и Нино. Памятник и вообще символ вечной любви и понимания. Это статуя женщины и мужчины. Нино была грузинка. Али был азербайджанец. И это была невозможная любовь, поскольку их родители были против этого союза, потому что они принадлежали к разным религиям. Ребята, самое интересное, что эти две металлические конструкции сходятся в вечернее время. Примерно всем вечером мы можем наблюдать картину, что эти два человека сливаются воедино, а потом навсегда расходятся. Эта статуя получила название благодаря одноименному роману Али и Мино, написанного Курбаном Саидом в 1937 году. Этот роман повествует о истории любви мусульманина и христианки. Чача Тауэр Это 25-метровая башня, сделанная в такой османской стилистике. Интересна она тем, что имела специальную установку, которая подавала Чачу раз в неделю каждые 15 минут. К сожалению, эта установка сейчас не работает и сам вход в башню тоже закрыт. Батумский бульвар. Он тянется вдоль набережной на протяжении 7 километров. Гуляя по нему можно проходить разные арт-объекты, кафе, рестораны, парк чудес. Ну и, конечно, помимо милых прогулок и разглядывания достопримечательностей стоит сходить на пляж. Как вы можете видеть, здесь галька. Гальку, если честно, я не очень люблю. Мне как-то больше по душе песок. Но ничего страшного. Зато здесь очень чистое море. Вот теперь я узнаю Черноморское побережье. Тут тоже торговцы каждые 10-15 минут ходят и продают разные напитки, кукурузу, фрукты. На Черноморском побережье нужно есть что? Правильно, рыбу. Поэтому я отправилась на местный рынок. Находится он в восточной части города и работает круглый сезон. Там всегда можно найти свежую рыбу. На рыбном рынке очень много разных деликатесов. Посмотрите, сколько разных рыб, креветок. За 2-3 плана вам его могут почистить прямо тут. Помимо того, что на рынке можно купить свежую рыбу и там вам ее могут почистить за символическую плату, так еще вы можете зайти в соседние ресторанчики и попросить, чтобы вам приготовили эту рыбу. Стоит это 6 лари. Примерно 200 рублей на наши деньги. Все эти ресторанчики находятся на берегу моря. Посмотрите, с каким прекрасным видом можно поужинать. Я знаю, что многие люди в связи с политической ситуацией боятся ехать в Грузию. Они боятся столкнуться тут с русофобией. Я в Грузии провела 2,5 недели и мой личный опыт показал мне, что никакой русофобии здесь нет. Большинство людей легко и свободно говорили со мной на русском языке. Точнее, говорили со мной по-русски. А те, кто не говорил, они либо просто не знали язык, либо притворялись, что не знают. Но об этом мы можем сами только догадываться. Все коммуникации проходили достаточно легко, непринужденно и дружелюбно. Из такого самого неприятного я увидела граффити в Тбилиси. Их было всего парочку. там были нелицеприятные высказывания русских. Но, вы знаете, такие мелочи, я на них просто не обращала внимания, и они мне совсем не испортили мое путешествие. Как вы думаете, сколько лет этому дому? это жилой комплекс Белая Магнолия. Есть предположение? Ну, не знаю, там, 50, 80, 150. Ребят, внимание, этому дому всего 8 лет. 8! Эта новостройка должна была иметь 9 этажей. По факту этажей, конечно же, больше. Видите, стали достраивать верхние этажи, чтобы хоть как-то окупить сей шедевр. У меня больше всего впечатлили гипсовые статуи, которые находятся на фасаде дома. Посмотрите. Жилой комплекс должен был быть самым роскошным комплексом на берегу Черноморского побережья, а оказался в центре крупнейшего строительного скандала. Тут должны были находиться вип-апартаменты, бары, рестораны, на крыше бассейн. По итогу, конечно, здесь ничего этого нет. И дом напоминает декорации какому-то фильму ужасов. Архитектурный шедевр так и не был сдан в эксплуатацию, но его активно сдают в аренду, потому что дом находится возле моря и сам город курортный. Фасад дома местами выполнен из гипсокартона, и теперь это большой полигон по выращиванию плесени. Ну просто фу быть таким застройщиком. Ну нельзя так нагло и бесстыжо обманывать людей. И рядом с новостройкой Магнулия находятся уже вот такие вот новостройки, которые выглядят совсем по-другому, и это создает большой контраст. Батуми можно разделить на историческую часть и новую. Сейчас мы гуляем с вами по современной части, где находятся новостройки. Оригинальное здание в виде перевернутой бутылки это дом юстиции. Оно выполнено из стекла и таким образом символизирует прозрачность государственной системы. Михаил Саакашвили провел полицейскую реформу в стране, чтобы искоренить процветающую коррупцию в ведомствах. Одним из решений проблемы, не поверите, стала архитектура. Новые здания буквально приобрели прозрачность. Стены стали делать из стекла. Вот яркий пример. Это здание МВД. Оно вот такой необычной формы, сделано в виде морской волны, и теперь каждый с улицы мог видеть, что происходит в ведомстве. В Батуме проживает 153 тысячи человек, и относительно это совсем небольшой город. Понятное дело, что в сезон сюда приезжает много туристов, сейчас активно застраивается новая часть города, и я думаю, что туристы там заселяются. Но вот у меня возник вопрос, а что вот с этими новостройками будет не в сезон? Жителей не так много, они не смогут заселить все это пространство, но честно говоря, я искренне надеюсь, что эти новостройки не постигнет участь ЖК Магнолия. Впереди мы с вами видим белый новый стадион, на мой взгляд, симпатичный. Что может удивить туристов в Батуме, помимо оформлений города? Макдоналдс! Ресторан быстрого питания вошел в десятку самых красивых макдоналдсов в мире. Посмотрите, какая у него необычная геометрическая форма. Оно полностью стеклянное. Здание мне внешне чем-то напоминает кепку. еще интересно то, что с одной стороны мы с вами видим макдоналдс, а с другой стороны вот там под козырьком у нас находится заправка. Причем два этих объекта, точнее два этих объекта друг другу никак не мешают. И смотрится это гармонично и прикольно. Все хорошее когда-либо заканчивается. Грузия покорила мое сердце. И с таким прекрасным видом я вынуждена вам сказать, что мое путешествие к сожалению подходит к концу. Я успела побывать в двух крупных городах в Грузии. Это в Батуми и в Тбилиси. В Батуми более расслабленная атмосфера, а в Тбилиси более активная. Если вы хотите как можно больше культурной жизни, то вам конечно же в столицу. А если вы хотите отдохнуть на море и понежиться оба эти города прекрасно подходят как для жизни, так и для туристического отдыха. Грузия это та страна, которая каждый день будет приносить вам новые впечатления. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и колокольчик. Колокольчик конечно же для того, чтобы не пропустить новые выпуски на моем канале. До новых встреч! Пока!